Эта лекция посвящена одному из фундаментальных институтов гражданского права, институту сделки. Для начала мы обсудим с вами значение сделки для гражданского оборота, затем поговорим о легальной дефиниции сделки и об элементах понятия сделки, которые позволяют ограничить ее от других правовых и социальных институтов, и в заключении будет представлено ограничение односторонних и многосторонних сделок. Сделка – это базовый институт гражданского права, который позволяет воплотить непосредственно в жизнь те принципы, которые закреплены в статье 2 Гражданского кодекса Казахстана. В частности, речь идет об автономии воли, о равенстве сторон гражданских правоотношений, а также о свободе договора. Сделка позволяет участникам гражданского оборота вступать в договорные правоотношения, брать на себя обязательства, а также быть носителями прав по отношению к другим лицам. Все, что кажется на сегодняшний день нам абсолютно очевидным, всего лишь несколько столетий назад было абсолютно революционным. Ведь тогда правоспособность людей, возможность заключать сделки зависела непосредственно от социального статуса и иных условий. Легальная дефиниция сделки содержится в статье 147 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Итак, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, мы можем выделить сразу несколько элементов, которые определяют понятие сделки. Во-первых, это должно быть действие. Это должно быть действие определенных субъектов, граждан и юридических лиц. Эти действия должны быть направлены на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей, то есть правоотношений. Давайте рассмотрим эти элементы по отдельности. Итак, на субъектном уровне сделку могут заключать лишь граждане и юридические лица. Таким образом, например, простое товарищество, которое создается на основании договора, не имеет возможности заключать сделку. Сделки в данном случае будут заключать участники простого товарищества. Следующая категория, которая требует отдельного рассмотрения, является категория действия. То есть граждане и юридические лица должны совершить определенные действия. С этим термином действия у меня есть определенные проблемы. В последующих статьях Гражданского кодекса чаще законодатель работает с термином выражения воли, которую можно переиначить и сказать волеизъявление. В этом-то и заключается основное отличие. Речь идет о том, что не каждое действие является волеизъявлением. Действие, которое по воле этой страны, ее выраженной воле, направлено на изменение права отношений, является волеизъявлением. И этим самым эти действия отличаются от иных действий, которые тоже могут быть юридическими фактами, однако они не являются внутренне осознанно направленными на изменение права отношений. В качестве примера можно привести создание новой вещи, предусмотренное в пункте 1 статьи 235 Гражданского кодекса. В соответствии с этой нормой лицо, создавшее новую вещь, в принципе, как правило, становится ее собственником, вне зависимости от того, имело ли оно намерение со собственником этой вещи в момент ее создания. Таким образом, собственником новосозданной вещи может быть также недееспособное или несовершеннолетнее лицо. Наряду с этим стоит отметить, что Гражданский кодекс предусматривает также возможность заключения сделки без действия. Статья 151 пункт 4 Гражданского кодекса предусматривает возможность заключения сделки молчанием, правда, в исключительных случаях, но эта возможность существует, и поэтому получается, что даже бездействие может привести к заключению сделки. Таким образом, можно прийти к выводу, что в случае со статьей 147 под термином действия, скорее всего, стоит понимать термин волеизъявления, либо выражение воли. Гражданский кодекс Казахстана не содержит легальной дефиниции термина волеизъявления, и мы должны работать с этим термином, основываясь на аналогии с определенными формами волеизъявлений, в особенности, что касается понятий оферты и акцепта, которые подробно описаны в договорном праве. Но к этим вопросам мы вернемся еще позже. Итак, мы установили, что действие — это, скорее всего, волеизъявление, которое, однако, должно быть в то же время направлено на установление, изменение, либо прекращение правоотношений. В данном случае у нас есть две категории, которые очень важны для определения и ограничения волеизъявления от других институтов права и социальной жизни. Во-первых, это направленность на правовые отношения. Так, например, приглашение на свадьбу, хотя оно и будет являться волеизъявлением, но вряд ли будет нести какую-то правовую обязанность для сторон. Таким образом, если гость согласится прийти на свадьбу, однако не придет, то вряд ли можно предполагать, что организатор свадьбы имеет право требования возмещения убытков, нанесенных тем, что место, которое было забронировано, не было потом занято этим гостем. Однако и действие, и волеизъявление, направленное на правовые отношения, должно вести обязательно к возникновению этих правоотношений, их изменению, либо прекращению. Так, например, напоминание о долге не будет являться сделкой, так как ничего в правовом смысле не меняется. Сумма долга остается тот же самый, обязательство тоже остается в силе. Речь идет лишь о напоминании о существующем правоотношении. В конечном итоге к действиям, которые не являются сделками, однако очень схожи с ними, как, например, напоминание о долге, применяются нормы, например, о действительности сделок по аналогии. И это необходимо учитывать в юридической практике. Суть сделки заключается в том, чтобы создать права и обязанности для лица. Как правило, создание права и обязанностей возникает, когда два волеизъявления, воле сторон совпадают друг с другом, согласованы друг с другом, как это предусмотрено в ГК. Поэтому правилом для сделки будет являться многосторонняя сделка, как правило, договор. Однако в исключительных случаях Гражданский кодекс предусматривает возможность наличия односторонне обязывающей сделки. То есть той сделки, которая обязывает лишь одно лицо, то лицо, как правило, которое осуществляет выражение воли, совершает сделку. Эти случаи, однако, должны быть прямо предусмотрены законом. В качестве примера односторонней сделки мы можем привести отказ от договора, либо завещание. Так, пункт 1 статьи 404 дает право одной стороне договора своим волеизъявлением, отказом, прекратить договорные отношения. То есть договор прекращает существовать, как только это волеизъявление, этот отказ, свершается. Однако односторонний отказ является исключением, так как он допускается только в тех случаях, если это предусмотрено законодательством или соглашением сторон. Классическим примером односторонней сделки является завещание. Это волеизъявление в случае смерти завещателя ведет к наступлению правовых последствий в виде перехода имущества умершего гражданина другим лицам, указанным в завещании. Необходимо отметить, что нормы о двусторонних и многосторонних сделках применимы к односторонним сделкам и тем самым меняется систематика пандектистской системы, где нормы применяются от общего к частному. В данном же случае происходит наоборот. В силу прямого указания закона нормы, которые регулируют договоры и находятся дальше в Гражданском кодексе Казахстана, применяются к более предыдущим правоотношениям о сделках. Очень важно различать односторонние сделки от односторонно обязывающих договоров. При односторонней сделке необходимо лишь волеизъявление одной стороны. Тем самым сделка сама по себе появляется. При многосторонних сделках же необходимо как минимум два волеизъявления, то есть согласование двух воль. Однако вполне возможно, что в данном случае обязанной будет только лишь одна сторона этой многосторонней сделки. Ярким примером является договор дарения. Необходимо два волеизъявления — дарителя и одариваемого. Они должны согласовываться. Однако обязанность возникает только у одной стороны, и это в данном случае будет даритель.